МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти для двух миллионов ребят по всей России началась новая жизнь. Школьная пора открыта, знакомство со школой, в которой они будут учиться следующие 9-11 лет. Я учиться буду на одни пятерки. В этот чудный светлый день в школу нам идти не лень. Говорим, уютный класс, принимай радушно нас. Обещаем не лениться, только хорошо учиться. Хотел в школу? Да, очень хотел, потому что там интересно. Ну, это знания, наука, физика, учеба. Все это отлично, хорошо. Сколько радостных, веселых, лиц повсюду. Посмотри, у меня директор школы, улыбнулся раза три. Повзрослевшие и нарядные старшеклассники тоже спешили в школу. У них много ожиданий и надежд на что-то новое. А еще соскучились по друзьям и учителям. В школе мы какие-то эмоции приобретаем, новых друзей. Это все очень важно в жизни. Первый сентября – это особенный день не только для детей, но и для родителей. Желаем нашим деткам, чтобы они хорошо учились, были внимательными, послушными, благодарными своим учителям. Ну, а родителям желаем терпения, а учителям успехов. Интереса к учебе ждем. Ждем, чтобы друзья были, чтобы новая интересная жизнь. Я жду, что у меня ребенок станет взрослее, станет ответственнее, найдет новых друзей. День знаний 2018 года – особенное событие в семье главы Орловского региона Андрея Клочкова и его супруги Валерии. Старший сын Всеволод пошел в новую школу. Перед линейкой небольшая экскурсия по классам и кабинетам 22-го лицея. Мы с Николаем поздравляем прежде всего детей, родителей, конечно, учителей с новым учебным годом. Мы желаем родителям терпения, ребятам и учителям терпения. Ребятам мы желаем легкого, интересного нового учебного года. Мы все отдаем своих детей в школу. Бабушки ведут своих уже внуков. Но это год, который предопределит развитие и наших детей, и нашей области, и нашей страны. Поэтому я желаю нашим детям, замечательных учителей, которые будут учить их, воспитывать. И чтобы наши дети были настоящими патриотами. Но самое главное, чтобы у них была радость и хорошая оценка. Еще благодарить наших учителей, которые действительно заслуженно получили лучшее признание, высшее признание в нашей стране по качеству образования. И это возможность для нас получить такое воспитание, такое образование, которое потом позволит работать на любых должностях, в любых сферах. И всегда образование было опорой развития Орловской области. Я абсолютно уверен, что именно так и будет. Поэтому в добрый путь желаю всем хорошего настроения и улыбок. Стороны правительства области мы окажем всевозможную поддержку, для того, чтобы наше образование только развивалось качественно. И мы всегда знали, что наши дети учатся в хороших школах. Наши дети идут в лучшие вузы. Именно поэтому мой сын сегодня пошел в 4 класс, в Орловскую школу. И абсолютно убежден, что это то место, где можно получить знания. 1 сентября – любимый праздник в семье Муромских. На линейку к дочери глава администрации города пришел с супругой и младшим сыном. Дочери пожелал, конечно же, хороших оценок, оставаться хорошей, прилежной ученицей, жаждущей знаний. Еще раз не устаю повторять, что самое главное образование – это общение с умными людьми. Моя дочь будет до 2 лицея. Я убедился, что в 22 лицее умные, хорошие, высокопрофессиональные преподаватели. 22 лицея ведет свою историю с 23 августа 1951 года. Это первая построенная в послевоенное время школа. 10 лет назад лицей стал победителем всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. За эти годы было много других побед. На торжественной линейке и после звучали пожелания – пусть новый учебный год принесет много радости, знаний и открытий. Очень хочется в этот замечательный, солнечный, теплый, торжественный день всем родителям, детям, которых сегодня у нас 75 250, 8000 первоклассникам пожелать всего самого-самого доброго. А самое главное, чтобы для каждого школа класс родной стали действительно семьей. Чтобы каждый был понят, каждый мог реализовать себя в школе. И, конечно же, очень хочется пожелать родителям и учителям содружества. Только тогда у нас будет хороший результат. Торжественный праздник в Орловском государственном университете имени Тургенева. На площади перед фундаментальной библиотекой «Аншлаг». В этом году в университет поступили 3000 первокурсников. Мне приятно отметить, что работа Орловского государственного университета получает высокую оценку и признание на федеральном уровне. Не случайно именно ваш университет стал одним из первых опорных вузов России. Убежден, что впереди у крупнейшего вуза области прекрасной перспективы. А его авторитет, как и прежде, будет прирастать новыми яркими достижениями выпускников. Со своей стороны правительство области будет оказывать госуниверситету всю возможную поддержку. Помогать выпускникам получить достойную работу в нашем регионе, создать здесь крепкие семьи. Жду очень много веселых мероприятий, хороших оценок и новых друзей. Ярких эмоций, очень много мероприятий, с особенно хороших оценок и, конечно же, познакомиться с новыми людьми. Я жду хороших знакомств, прежде всего, хороших друзей вокруг себя, а также учителей. Высокий уровень образования в вузах России – один из критериев, которым руководствуются иностранные студенты при выборе в вуза. С каждым годом расширяется география Агу имени Тургенева. Я приехал из Йемена, чтобы научить орлошее образование в Орле. Я очень люблю Россию, правда. Я узнала много об культуре России. Поэтому мне нравится Россия. Я решила, что здесь надо приехать, чтобы учиться. У нас сегодня более 600 иностранных студентов зачислены на первые курсы на подготовительное отделение из 67 государств мира. Для нас это большая честь, большое доверие. Я думаю, что те годы, которые вы проведете вместе с нами, будут одними из самых лучших лет вашей жизни. В Агу сегодня едут со всего света немало ребят из ближнего зарубежья. Студенты из Туркменистана насчитали здесь больше ста своих соотечественников. Здесь вообще дружелюбимый народ. И как-то понравился тут. Учеба хорошая, требовательная. Вот я учился на подготовительном факультете. Нравится. Все преподаватели очень хорошие, уважительные люди все. На студенческой линейке гимназисты нет, это не гости. Ребята, успешно выдержавшие отборочные испытания, были зачислены в гимназию номер один главного опорного вуза Орловской области в 10 класс. Гимназисты будут обучаться по естественно-научному, технологическому и социально-экономическому профилям. Мы надеемся, что все будет успешно, что мы добьемся тех результатов, на которые рассчитываем, и зададим экзамены, и дальше будем продолжать обучение. Я надеюсь, удачно подготовиться к экзаменам, это именно к ЕГЭ, и постараться дать ЕГЭ на 100 баллов. Гимназия входит в состав предуниверсария. Это новшество для нашей страны. Лишь некоторые ведущие вузы имеют в своем составе подобные структурные подразделения, в их числе и АГУ. Самые младшие гимназисты, 14-летняя Арсений Цибаров и 9-летняя Мария Преснецова будут учиться по индивидуальным программам. Я интересуюсь математикой, физикой, астрономией. Потом еще робототехникой. Хожу на программирование. Действительно, очень важный для нас этап. Я очень рада, что в Орле появляются новые формы образования. Вот мы видим часто по телевидению «Сириус», какие-то технопарки в Москве. А оказывается, что и в нашем городе появляются такие новые образовательные центры. Это очень здорово, мы очень этому рады. Потому что, ну, действительно, есть дети, которым хочется более углубленно изучать ряд предметов. Может быть, идти немножко впереди обычной общей образовательной программы. И здорово, что у них появляется такая возможность. Хорошим подарком городу стал летний кубок КВН АГУ. Приятно, когда наша молодежь шутит. Шутят причем на важные темы. Это порой и повод задуматься и власти. О чем думает и как думает молодежь. Но, с другой стороны, это смех. А смех всегда вселяет надежды, уверенность. Я бы хотела пожелать всем нам, чтобы каждый новый учебный год начинался с таких прекрасных событий, с таких праздников. И надеюсь, что когда-нибудь, надеюсь, в ближайшее время наша команда будет играть вместе с толь почетными командами в высшей лиге. Впервые за 10 лет в Орле встретились команды высшей лиги КВН. Плюшки имени Ярослава Мудрого из Твери. Будем дружить семьями из Москвы. Орловский государственный университет имени Тургенева представляла команда «Такая история». Белгородские КВНщики, такси, гости, кубка. Вот отрывки из выступлений команд. Дорогие друзья, а Белгород — это миловая столица России. И поэтому, если у вас под окном нарисовано сердечко, то знайте, это от нас с любовью. Вы выбрали подсказку «Звонок другу». Алло? Здравствуйте, Анастасия. Напротив меня сидит ваш бывший муж Руслан, который уже выиграл несгораемую сумму в 1 миллион рублей, с которой он гарантированно уйдет домой. Вы можете помочь ему выиграть больше, если правильно ответите на следующий вопрос. Время пошло. Привет. Привет, Руслан. Смотришь? Конечно, смотрю. Да. Руслан, всего 30 секунд. Это у нее всего 30 секунд. Начинай. Руслан, прости меня, пожалуйста. Александр Васильевич Суворов — победитель двух русско-турецких войн. Я знаю, что для победы нам необходимы глазомер, быстрота и натиск. А вот товарищ Кулачков считает, что для победы нужны развитие, честность и результат. Кубок КВН уехал в Тверь, но главным победителем стало хорошее настроение. Агу, спасибо за праздник, звучало в зале. Наталья Пехсерева, Эдуард Чернаускас, Андрей Борискин, телеканал Первый областный. Субтитры создавал DimaTorzok